Книга Антуана де Сент-Экзупери была впервые издана в 1943 году в США на английском языке. Лишь после окончания войны и смерти автора книга вышла на французском языке в 1946 году, в России в 1958 году в переводе «Норы Галь», благодаря которому книга так полюбилась советскому читателю. История создания книги начинается в июне 1942 года в Нью-Йорке, когда французский летчик и писатель Антуан де Сент-Экзупери обедал с издателем Куртом Хичкоком. Экзупери, вынужденный покинуть родную Францию, пребывал в депрессии. Немцы оккупировали родину, а в США автор чувствовал себя одиноким посреди огромного города и людей, которые перестали радоваться простым вещам и погрязли в погоне за материальными ценностями. Писатель, как часто бывало с ним в последнее время, рисовал на салфетке мальчика с крыльями. На вопрос издателя, кого он рисует, Экзупери ответил, «Это просто маленький друг, которого я ношу в своем сердце». На что Хичкок ответил неожиданным предложением – написать сказку об этом друге. Образ маленького принца появился задолго до написания романа. Экзупери, пребывая в своих мыслях, часто рисовал мальчика с крыльями, сидящего на облаке. Позже крылья превратятся в длинный развивающийся на ветру шарф, а облако – в астероид. Антуан де Сент-Экзупери был гражданским, а затем военным летчиком. Первый самолет, на котором летал писатель, носил название Ак-612, планета маленького принца – астероид Б-612. Когда летчик летел над Сахарой, что-то сломалось в моторе его самолета. Поэтому герой произведения пребывал в невыгодном положении. Если он не починит поломку, то погибли от нехватки воды. Утром летчик разбудил детский голосок, попросивших нарисовать ему барашка. Перед героем стоял крошечный мальчик с золотыми волосами, который непонятным образом очучился в царстве песка. Маленький принц стал единственным, кто умудрился разглядеть удава, проглотившего слона. Новый друг летчика прилетел с планеты, которая имеет скучное название – астероид Б-612. Эта планета была небольшого размера, величиной из дом. А принц каждый день ухаживал за ней и заботился о природе. Вычищал вулканы и выплавывал роски Баобавов. Мальчику не нравилось жить однообразной жизнью, ведь каждый день он делал одно и то же. Чтобы разбавить серое полотно жизни яркими глазками, житель планеты любовался закатом. Но однажды все изменилось. На астероид Б-612 появился цветок – гордая, обидчивая, но чудесная роза. Главный герой полюбил растения с шипами, а роза оказалась слишком высокомерной. Но в момент прощания цветок сказал маленькому принцу, что любит его. Далее мальчик оставил розу и отправился в путешествие, а любопытство заставило его побывать и на других планетах. На первом астероиде жил король, который мечтал обзавестись верным подданным и предложил принцу стать членом вышестоящей инстанции. На второй располагался чистолюбец, на третий – зависимый от горячительных напитков. Позже принц встретил на своем пути делового человека, географа и фонарщика, который понравился ему больше всех, ибо остальные заставляли героя думать о том, что взрослые – это очень странные люди. Согласно уговору, этот несчастный каждый утро зажигал фонарь и выключал его ночью. Но так как его планета уменьшалась, он должен выполнять эту функцию был ежеминутно. На первом астероиде жил король, который мечтал обзавестись верным подданным и предложил принцу стать членом вышестоящей инстанции. На второй располагался чистолюбец, на третий – зависимый от горячительных напитков. Позже принц встретил на своем пути делового человека, географа и фонарщика, который понравился ему больше всех, ибо остальные заставляли героя думать о том, что взрослые – это очень странные люди. Согласно уговору, этот несчастный каждый утро зажигал фонарь и выключал его ночью. Но так как его планета уменьшалась, он должен выполнять эту функцию был ежеминутно. Седьмой планетой выступила Земля, которая произвела на мальчика неизгладимое впечатление. И это неудивительно, ведь на ней жило несколько королей, тысячи географов, а также миллионы чистолюбцев, взрослых и пьяниц. Однако маленький принц подружился только с летчиком, лисом и змеей. Змейка и лис обещали помочь принцу, а последний научил его главной мысли. Оказывается, можно приручить кого угодно и стать ему другом, но всегда нужно быть в ответе за тех, кого приручил. Также мальчик узнал, что иногда нужно руководствоваться велением сердца, а не разума, потому что порой самое главное – не увидеть глазами. Поэтому главный герой решил вернуться к покинутой Розе и отправился в пустыню, где приземлился ранее. Он попросил летчика нарисовать барашка в ящичке и нашел вдовитую змейку, чей укус мгновенно убивает любое живое существо. Если у людей она возвращает земле, то маленького принца верно звездам. Таким образом, маленький принц умер в конце книги. До этого принц сказал летчику, чтобы он не печалился, потому что ночное небо будет напоминать ему о необычном знакомстве. Сент-Экзупери посвятил маленького принца своему другу. Во вступлении к повести он пишет Леону Верту. «Прошу детей простить меня за то, что я посвятил эту книжку взрослому. Скажу во вправдание, этот взрослый – мой самый лучший друг. Он живет во Франции, а там сейчас голодно и холодно. И он очень удается в утешении». Верт был французским евреем и после начала немецкой оккупации стал участником движения сопротивления. «Маленького принца» он прочитал уже после войны и был очень тронут. Детская сказка «Маленький принц» обрела большой отклик в сердцах взрослых читателей, благодаря изложенным в понятной форме философским размышлениям на самые важные темы – о душе, жизни и смерти, любви и ответственности, дружбе и верности, расставаниях и потерях. Все взрослые когда-то были детьми, только мало кто из них об этом помнит. Антуан де Сент-Экзюперим.